С начала года около тысячи детей в Шемкенте обратились за медицинской помощью после укусов собак. Также зафиксированы случаи нападения на взрослых, что привело к многочисленным госпитализациям. Как заявил председатель городского филиала общенациональной социал-демократической партии Махсад Жахсыбаев, ситуация с бездомными животными выходит из-под контроля. На совместном собрании с партией Аманат партийцы выразили обеспокоенность ростом числа пострадавших. Нам говорят, что препараты для кастрации и стерилизации либо отсутствуют, либо выдаются нерегулярно, что препятствует нормальной работе. Это не так. Все необходимые препараты у нас всегда при отлове, и они используются по назначению. В конце августа в Шемкенте открылся новый приют, куда перевезли всех животных из старого помещения. В этом году на отлов и содержание бродячих животных из республиканского бюджета было выделено 98 миллионов тенге. По данным управления, с начала года отловлено 18 тысяч бродячих животных. 16 тысяч из них были усыплены. В настоящее время в приюте содержится около 1500 собак и кошек. Животные с неизлечимыми заболеваниями гуманно усыпляются. Мы используем препараты, разрешенные в Казахстане, и следим за их правильным применением. Тела утилизируются на специальных биотермических площадках. Из-за неопределенности с тендером программа по стерилизации кастрации животных временно приостановлена. Животные, которые должны были быть выпущены на свободу в течение 3-14 дней, после отлова содержатся в приюте уже несколько месяцев. Ветеринары также сообщают, что нередко при отлове выясняется, что у животных есть владельцы и призывают горожан следить за своими питомцами. Проблему усложняет вмешательство волонтеров, что также стало темой обсуждения на встрече с представителями партии и зоотехниками.